сразу хочу сказать что проблем может быть на самом деле больше они вообще могут быть другие это просто один как из вариантов два варианта возможны неисправности значит 1 как я уже говорил вот у нас редуктор у него внутри здесь есть три прокладки 3 мембраны вот и у меня есть видео кстати по замене ремкомплекта редуктора то есть я его разбирал полностью можете посмотреть ссылка будет верхом значит здесь тут где регулировочный винт давление регулируете то есть у меня вот томас это аляска редуктор значит вот это вот мембрана здесь находится и тут есть перепуск перепускной клапан вот то есть когда давление чрезмерное в редукторе он может стравливать в эту камеру излишний газ вот а единственный выход у него по этому шлангу вакуумному вот вот он здесь идет через стройник у меня и в ресивер поэтому проблема может быть как многие говорят что скапливается газ и потом плохо заводится машина но проблема в том что этот вариант действием когда значит машина ночью постояла утром ему плохо заводится утром но бывает проблема такая что вот-вот поездили там сбегали на 5 минут магазин приходите машина все равно плохо заводится вот тогда уже проблема немножечко другом может быть значит проверить очень просто значит снял я шланг вакуумный который идет от редуктора вот он его нужно поместить стакан с водой а этот откуда снял я вот другой шланг нашел заглушил его чтобы не было подсоса воздуха вода немножечко мыльная но видно как пузырится вот такой картины быть не должно абсолютно в общем соединил я все обратно шланги в общем вы видели значит вот такой ситуации быть не должно отсюда газ не должен выходить то есть только в экстренных случаях когда избыточное давление он может стравиться в ресивер но так вот то есть завелись на на можно сказать на холодную сразу вас пузыри пошли такого быть однозначно не должно вот значит и второй момент вторая неисправность бензиновые форсунки сейчас их будет очень плохо тут видно потому в колодке ну разъемы которые соединяются вешаются на форсунки в общем на каждую бензиновую форсунку приходит два провода плюс и минус вот так вот когда ставит газ минусовой провод его обрезают и подключают в разрыв вот подключают в разрыв значит контроллеру газовому вот обычно все это делается на скрутку изоленты и так далее так вот со временем во первых там температура высокая плюс масло бывает попадает эти соединения они становятся непрочными вот некачественными вот значит какая происходит проблема вот проблем может быть несколько как плохой запуск двигателя вот потому что форсунки то есть им нужно питание подавать значит принцип такой что питание идет на бензиновые форсунки вот значит как газ прогревается редуктор прогревается газовый значит поступает сигнал газ в газовый контроллер что температура необходимая достигнута значит вот этот разрыв значит контроллер отключает питание на бензиновые форсунки она газовые питание подает вот и наоборот когда вы переключаетесь газа на бензин значит на газовое питание перестает подаваться вот и через газовый контроллер на бензиновую форсунку значит уже идет масса и она начинает работать вот такой принцип соответственно когда соединение плохое проводов может могут быть разные сбои в том числе и долгий запуск вот поэтому значит надо обратить особое внимание на места вот этих соединений то есть четыре форсунки идет 8 проводов на них на бензиновые вот 4 массы 4 плюс вот эти вот все места которые в разрыв идут там скрутка надо все это проверить лучше всего запаять я паяльной пастой вот где-то там можете поискать есть видео на алиэкспресс заказываю очень удобная вещь вот ну потом сажать на термоусадки желательно клеевые вот значит и также нужно обратить внимание на массу которая идет у нас на газовый контроллер вот у меня она посерединке провод значит клеммам вот если контакт опять же плохой плохой контактный контроллер он может давать сбой вот ну и остальные провода тоже все не мешал бы проверить то есть идет плюсовой один с клемм аккумулятора второй провод плюсовой он либо значит замка зажигания либо с катушки в идеале замка зажигания но установщики обычно хотят провод прокладывать они берут с катушки лучше все-таки оттуда если у вас катушки это место также стоит провести ревизию лучше всего запаять вот и также есть еще один провод который подсоединяется который у нас считывает обороты двигателя для газового контроллера его вешают либо тоже на катушку на один из проводов катушки зажигания либо на датчик положения коленчатого вала на датчик положения коленчатого вообще вешать ничего не надо если у вас он там висит надо срочно убирать там вообще значит жгут проводов с экраном идет то есть вы будете ловить помехи причем помехи будет ловить не газовые мозги а бензиновые вот это еще хуже вот тоже стоит его перекинуть на катушку зажигания все это запаять но все-таки надо сказать что самый основной основная причина вот долгого запуска при установленном газовым оборудованием это вот как раз вот это вот мембрана которая перепускает газ значит по вакуумному шлангу в ресивер выпускной коллектор значит с ремкомплектами вообще какая-то беда по крайней мере у меня я сколько не покупал постоянно левая какая-то фигня продается то есть оригинал вообще ни разу не мог нормально найти вот даже то видео которое где там перебирал значит редуктор впоследствии выяснилось что это был левый ремкомплект у меня значит из-под вот этой крышки где фильтр находится просто потек газ все обмерзло это было на ходу машина стала глохнуть обороты падать вышел здесь увы не потом перекрыл газ баллоне доехал до гаража снял вот эту вот крышку резинку я не смог найти где-то она тут валяется ну так не могу найти пока и ну может быть потом когда-нибудь покажу она стала как деревянные причем то она круглая то есть сечение круглая она стала плоская просто как пластик какой-то ее просто примяла и она начала пропускать это была резинка полностью время комплекте на весь редуктор я в принципе сразу понял что и остальные вот эти все прокладки которые вот самом редукторе они долго не протянут ну так так вот и получилось вот ну на этом все если видео полезное ставьте палец вверх всем пока